Здравствуйте, ребята! Тема урока – отношения между множествами. Сегодня на уроке мы научимся определять характер отношений между множествами. Вспомните, предметы или объекты, объединенные в одно целое по некоторым признакам, образуют множество. Множество задается или перечислением элементов, или указанием общего свойства элементов множеств. Итак, на рисунке изображены множества А и Б. Нам нужно ответить на вопрос. Какой общий признак множества А и какой общий признак множества Б? Подумайте, ребята, пожалуйста, над этим вопросом. Посмотрите внимательно на те фигуры, которые заключены в множество. Я думаю, ребята, вы очень внимательны и заметили, что А – это множество четырех угольников. И Б, ребята, содержит только прямоугольники. Значит, мы можем сделать вывод, что множество Б является подмножеством множества А. Или мы говорим, множество прямоугольников является подмножеством множества четырех угольников. На рисунке, ребята, изображены треугольник и круг. А – это множество точек треугольника. А – это множество точек круга. При этом обратите внимание, мы разместили треугольник и круг так, что они пересеклись. И тогда мы можем сказать, что множество А и Б имеют общие элементы. Итак, ребята, для записи такого характера отношений мы будем использовать знак пересечения. И с помощью математических знаков мы записываем так. Множество А пересекается со множеством Б. Найдем пересечения множеств П и Т, где П – множество делителей числа 60, а Т – множество делителей числа 24. Соответственно, ребята, мы должны с вами составить эти множества, составим их перечислением элементов. Итак, записываем множество П. Далее мы записываем множество Т. Теперь мы с вами выделим элементы, которые принадлежат и множеству П, и множеству Т. Это единица, число 2, 3, 4, 6, 12. То есть множество П пересекается со множеством Т, и пересечение будет задаваться следующими элементами. Это 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Итак, ребята, теперь изобразим кругами Эйлера-Венна соотношение между множествами П и Т. Раз множество пересекается, то мы строим с вами два круга, которые пересекаются. В пересечении этих кругов мы с вами разместим те элементы, которые принадлежат и множеству П и множеству Т. Далее, в круг, который является множеством П, мы размещаем те элементы, которых не достает у нас из множества П, и в круг, который задает множество Т, мы размещаем те элементы, которые не достает во множестве Т. Мы с вами изобразили пересечение множеств П и Т с помощью кругов Эйлера-Венна. При этом пересечение множеств А и В называется новое множество А пересекается со множеством В, содержащие те и только те элементы, которые принадлежат одновременно и множеству А, и множеству В. На рисунке вы видите два множества, это множество Ф и К. При этом обратите внимание, множество Ф и множество К не содержат одинаковых элементов. В таком случае мы говорим, множество Ф и К не пересекаются. Записывать будем так. Пересечение множеств Ф и К является пустое множество. Запишите с помощью знаков характер отношений, между множествами А и В, В и С, А и С, если эти множества заданы перечислением элементов. Я предлагаю, ребята, вам это задание выполнить самостоятельно. Определите характер отношений данных множеств. Я уверена, ребята, что вы большие молодцы, и у вас все получилось. Итак, первое, что мы должны с вами сделать, это определить характер отношений между множествами А и В. мы выделяем, ищем одинаковые элементы. Это В, С и Д. Также у нас есть еще и элемент Е. Здесь мы можем сделать вывод, что множество В является подможеством множества А, так как все элементы множества В являются элементами множества А. Рассмотрим характер отношений между множествами В и С. Обратите внимание, все элементы множества В являются элементами множества С. Значит, множество В также является подможеством и множеством С. Теперь определим характер отношений между множествами А и С. С. Посмотрите внимательно. Множество А и множество С содержат одинаковые элементы. Но кроме одинаковых элементов, у них есть еще и элементы, которые отличаются. Поэтому мы однозначно можем сделать вывод, что пересечение множеств А и С содержит элементы В, С, Д и Е. Или пересечение множеств А и С является множество В. F – множество двузначных чисел, оканчивающихся нулем. Е – это множество делителей числа 50. Определите характер отношений между множествами F и Е. Для начала, ребята, давайте запишем данные множества перечислением элементов. Итак, первое множество – мы записываем все двузначные числа, которые оканчиваются нулем. Множество Е – это все те числа, которые являются делителями числа 50. А теперь, ребята, попробуйте самостоятельно определить характер отношений между этими множествами. Проверяем. Множество F и Е содержат одинаковые элементы. Это числа 10, 50. Отсюда мы делаем вывод, что пересечением множества F и Е является множество, которое содержит элементы 10 и 50. Попробуем изобразить данное решение с помощью кругов Э или Равена. Итак, в пересечении двух кругов F и Е, двух множеств, мы размещаем те элементы, которые есть и у множества F и у множества Е, то есть одинаковые элементы. Далее, во множестве F мы дописываем недостающие элементы и аналогично поступаем со множеством Е. А – множество нечетных чисел. Б – множество четных чисел. Определите, ребята, характер отношений между множествами А и Б. Итак, ребята, проверяем. Множество А – это множество нечетных чисел, то есть 1, 3, 5, 7 и так далее. Множество B мы записываем. Это 2, 4, 6, 8 и так далее. При этом множество А мы можем задать формулой 2N-1, а множество B мы можем задать формулой 2N. И посмотрите, данные множества не пересекаются. И характер отношений мы обозначаем так. Пересечение множеств А и Б является пустое множество. Следующее задание – это задание на логику. Вам нужно включить свое воображение и расположить два квадрата так, чтобы их пересечением был треугольник. Ребята, попробуйте. Проверяем. Один из вариантов, который у вас мог получиться, если мы разместим два квадрата вот таким образом. В результате посмотрите. У нас дано множество А, это первый квадрат, дано множество B, это второй квадрат. И мы разместили квадрат таким образом, что их пересечением является треугольник. Записываем. Пересечением множеств А и Б является треугольник. Здесь, ребята, расположите два квадрата так, чтобы их пересечением был квадрат. Проверим. Один из вариантов размещения вы видите на экране. Множество А и Б пересекаются таким образом, что в результате пересечения мы получаем квадрат. И еще один пример. Расположим квадраты так, чтобы их пересечением был прямоугольник. Посмотрите на пример одного из способов размещения данных множеств. Множество М и Н пересекаются. Глядя на наш рисунок, мы это видим. И пересечение множеств М и Н является прямоугольник. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы научились определять характер отношений между множествами. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин